Денис ждет встречи с заявительницей по новому делу. К сожалению, Дмитрий не успевает к нему присоединиться из-за сложных погодных условий. Елена Кручинина, 39 лет, фитнес-тренер. Замужем, подозревает супруга в неверности. Ее взрослый сын живет за границей. Здравствуйте. Добрый вечер. Давайте в машине пообщаемся. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Я Денис. Меня зовут Елена. Мне нужна ваша помощь. Мне кажется, что мой муж мне изменяет. В ванной я обнаружила косметичку. Сначала я подумала, что это косметичка моей сестры Альбины. А сестра с вами живет? Да, да. Она приехала сюда на повышение квалификации из Новороссийска. Хорошо. Сестру спросили про косметичку? Да. Она просто посмеялась, потому что такую пошлость она себе никогда не купит. А у мужа не стали интересоваться? Нет. У мужа спрашивать не буду. Он слишком изворотливый. Поэтому он обязательно что-нибудь соврет. Понятно. Но вообще еще что-то подозрительное есть? Может, поведение? Да. Да, есть. Он раньше ко мне был очень внимательный. Цветы дарил. А последнее время стал ко мне относиться холодно. Как будто сквозь меня смотрит. Как будто меня нет. Как будто я пустое место для него. А сестра как-то к вам приехала? Вы думаете, что у них что-то есть? Пока я ничего не предполагаю, но... Нет, нет, нет. Даже не думайте. Она очень порядочная женщина. Ее много коллег. Но она целыми днями общается. Если она приходит, она закрывает в своей комнате. А в основном она только ночует и уезжает. Понял вас, Лен. Ну, давайте работать. Только нам нужно будет камеру установить в вашей квартире. Да, конечно. Но камеры в комнате сестры не устанавливается. Потому что если она узнает, она просто меня не поймет и не простит этого. Я думаю, что мы обойдемся. Хорошо? Да, хорошо. Все, договорились. Тогда до встречи. До встречи. Ребят, дождемся Дмитрия, когда он приедет и будет совещание. Приеду. На следующий день наша команда приступила к работе. Когда все проживающие в квартире Кручининых разъехались по своим делам, группа обвеса занялась установкой системы видеонаблюдения. Камеры будут во всех комнатах, кроме той, в которой временно проживает сестра заявительницы. Дима, прием. Да, Олег, заканчиваете? Да, Тихон последнюю доделывает. И посмотри, пожалуйста, проверься. Да, все, вижу. Спасибо, сворачивайтесь. В комнату, говорит, не ставить во вторую спальню. Тут же вообще. Если там другая совершенно женщина, то что? Сестра ее, насколько я знаю. То есть ты ее самоподозреваешь? Ну, надо все варианты рассчитывать. Тихон, что им нытьем достанет скоро нас будет. Когда будешь рассчитывать все варианты? Да, Тима уже в шоке. Все это время оперативники дежурят рядом со зданием, где находится офис нашего подозреваемого. Мужчина на работе с самого утра. Василий Кручинин, 43 года, предприниматель, женат, взрослый сын живет за границей. Спасибо большое. Так, увидели, ждет он кого-то около машины здесь. Мы видим, что Василий не спешит сесть в свою машину. Он явно кого-то ждет. Сегодня тепло. От вчерашней непогоды не осталось и следа. Весь снег почти растаял, так что на улице даже приятно находиться. Даша, ну что так долго водишься? Так с документами занималась. Что-то хреново у меня, бухгалтер. У хорошего бухгалтера всегда документы должны быть на виду. А у меня на виду. Смотри, накажу. Только обещаешь наказать. Садись. Сажусь. Уезжать собирают. Летучая группа Василий на вашей совести. Дима же ждем, когда он тронется. Ну, ждите. Василий со своим бухгалтером отправились куда-то вместе. Отношения у них неформальные. И Даша обращается к своему начальнику на «ты». Есть ли тут повод для беспокойства? Не исключено. На данной стадии расследования мы должны проверить все контакты подозреваемого. Летучая группа следует за автомобилем Василия. Интересно, что его супруга охарактеризовала мужа как изворотливого вруна. Человеку с такими качествами намного легче переступить через законы морали и нравственности. Так что мы не удивимся, если за время расследования нам откроется какая-то сомнительная история из жизни подозреваемого. Василий привез Дарью к своему дому. Конечно, возможно, в этом же районе у них есть какие-то дела. Или женщина тоже живет где-то поблизости. А может, они решили воспользоваться тем, что в квартире Кручениных сейчас никого нет. Можешь тебя послать на курс повышения квалификации, а то что-то как-то долго ты все делаешь. Неужели Василий всю дорогу от офиса до своего дома продолжал журить свою подчиненную? С одной стороны, интонация как будто шутливая, однако сколько же можно ворчать? У Даши должно быть железное терпение. Да, Лен, да. Два ног у него. Альбина, а что он так рано освободился-то? Записываем. А что, она послать не может где-нибудь в другом-то месте-то? А про Альбину, это та сестра жены, которая живет у него. Ну ладно, ладно, короче, понятно. Хорошо, пусть приезжает. Она должна появиться. Слушай, знаешь, что такие дела? Сейчас приедет сестра жены, интеллигент. Походу, они не будут подниматься. Не получится поработать. Давай завтрак. А завтра я не смогу. Ну, ох, дарья. Ладно, мы созвоним, я тогда сам. Может, подвезешь? Ну, как я тебя подвезу? Работать надо. Он один. Василию пришлось скорректировать свои планы из-за несвоевременного возвращения свояченицы. Непонятно только, чем может помешать присутствие Альбины, если подозреваемый и Дарья действительно собирались поработать. Почему две эти женщины не могут находиться одновременно в одном пространстве? Да девушку забыли, что вы ее сопровождаете. Принято, даем релейку и квартиру. Дома Василию пришлось заняться изучением деловых бумаг одному, без своего бухгалтера. Мы держим под наблюдением и его, и подходы к дому, чтобы не пропустить появление Альбины. Входит женщина в подъезд, видимо, Альбина. Сейчас посмотрим, вижу камеру наружки. Ты прав. Да нам жена сообщила все его. Да. Это Альбина. Открывай. Если Альбина живет у Кручининых уже несколько недель, и при этом у нее нет ключей от домофона и квартиры, это очень странно. Однако, возможно, сегодня женщина просто забыла ключи дома. В любом случае, будет крайне интересно понаблюдать за общением Василия со свояченицей. Следим за их отношениями. Все нормально. Наша команда ведет наблюдение за Василием Кручининым по просьбе его супруги Елены. Только что домой вернулась Альбина, сестра его жены. Почему-то из-за нее мужчина отказался от идеи поработать дома вместе со своим бухгалтером Дарьей. Не мешай этим. Я уже помешала. Все мысли с башки. Извини. Извини, пожалуйста. Удаляюсь. Да уж как-то совсем негостеприимно Василий ведет себя с родственницей. После такого приветствия бедная женщина поспешила скрыться в своей комнате. Но, возможно, подозреваемому стало неловко за свою грубость. Мужчина зашел к Альбине в комнату и закрыл за собой дверь. Мы понятия не имеем, что там сейчас между ними происходит. Камер в гостевой спальне нет. И даже звука мы оттуда, к сожалению, не слышим. Надо было хоть звук оттуда брать, видишь, на ребят. Ладно, подумаем. Наш подозреваемый задержался в комнате свояченицы надолго. Примерно в течение часа мы оставались в полном неведении. Спасибо. Вряд ли эти двое целый час заказывали себе пиццу. И вообще, за что Василий поблагодарил Альбину? Может ли такое быть, что заявительница заблуждается насчет порядочности своей сестры? Следующие двое суток Василий практически не пересекался со свояченицей. Она уезжала по своим делам, подозреваемый много работал. Но вот на четвертый день наблюдения они оказались дома вдвоем. Альбина в своей комнате, а мужчина в гостиной. Похоже, у Василия возникли какие-то сложности. Что-то у него не складывается. И почему-то, чтобы разрешить вопрос, ему понадобилось пообщаться с сестрой жены. Опять входит в комнату к ней. Что, Альбина, скучаешь? Привет, Дэн. По поводу установки камер в комнате Альбины. Вася к ней заходит, дверь закрывает, звук не добивает у нас. Попробуй поговорить с Еленой. Объясни ей, что если она хочет знать правду, то надо что-то делать со своими принципами. Объяснит потом как-нибудь сестре. Давай, спасибо. Пока. Вась, извини, конечно, но я не понимаю, почему ты так разговариваешь? Что я тебе сделала? Чем я тебе мешаю? Арсень мешает. Что же такое произошло между Альбиной и Василием в комнате? Почему так внезапно женщина стала мешать нашему подозреваемому? Валерий, Валерий. Я еще забыл, я тебя помню, что слышал. Уйду, я уйду. Сой. А, ну да, он ее выпроводил. Конечно, в такой обстановке дома невозможно находиться. Что ты не слышал? Звук из закрывающейся двери. Ухожу. Давай. Женщину проконтролируйте, но основное внимание на нем. Оскорбленная до глубины души Альбина спешит покинуть ставший негостеприимным дом. Многое остается неясным. Например, в чем женщина помогала Василию? И почему именно сейчас мужчина взбесился и практически выгнал ее из дома? Увидели ее на улице. Звонок. Звонит. Лен, он выкинул меня. Сестре звонит, то есть заявительница. Выставил с вещами на улицу. Говорит, пошла отсюда. Просто хам какой-то вообще. Пересказывает. Не надо, пожалуйста, никому звонить. Альбина, не идем. Давайте в квартиру вернемся. Хорошо, хорошо. Сейчас еду. Возможно, Альбина поедет сейчас к сестре. Во всяком случае, женщина, она взрослая, разберется. У нас другая задача. Следить за всеми действиями и разговорами нашего подозреваемого. Алло. Ну, все нормально. Звонок кому-то. Кажется, это был самый короткий телефонный разговор в мире. Что это за шифр такой? Это после ухода из дома Альбина все стало нормально? Может, она совсем не случайно попала Василию под горячую руку? Короче, походу, к нему сейчас кто-то придет. Оставшись один, наш подозреваемый ничем особенным не занимался. Валялся на диване с телефоном. Однако сейчас его одиночество, похоже, будет нарушено приходом гостьи. Внимание, Дарья, бухгалтер, входит в подъезд. Но у них в прошлый раз не удалось поработать. Хотя она знает даже домофон. Да, они первый раз здесь. И интересно, изгнание из дома Альбины и появление здесь Дарьи как-то связаны? Василию нужно было поработать в полной тишине и абсолютном спокойствии. И поэтому он поскандалил с родственницей. Привет. Привет. Где твоя? Сейчас начнется, походу, их бухгалтерия. Ну, какая тут была? Что, хочешь вставку сделать? Съел. Ребята, фиксируйте, а? А где дуки-то? А я их не взяла. О, так. Так. Документов, так что тут ни о какой работе речи нет. Наконец-то все стало ясно. Василий избавился от Альбины, чтобы провести время со своей любовницей. Дарья правильно поняла, чего от нее на самом деле хочет босс, и даже не стала заморачиваться с документами. Девушка погибла квартиру. В этот день не только Василий преподнес нам сюрприз. Снова отличилась и непредсказуемая московская погода. Но гололед и внезапно выпавший снег не помешали Денису оказаться на месте событий до приезда заявительницы. Здорово. Привет. Ну что, Лена подъезжает, но она не одна. С сестрой. С Альбиной. Моральная поддержка не помешает. Дим, видим, Коля подъезжает к вам. Хорошо, ждем. Отлично. Так, там два человека будет, две женщины. Поэтому подготовьтесь, чтобы звук отработал четко. Тони, принял? Да, работаем. Ой, дорогие мои. Здравствуйте. Да ничего страшного, не переживайте. Я встану его. За вещами присмотрят. Ничего, да. Плохие новости хотим вам сообщить, к сожалению. Все-таки есть у него другая женщина. Это Дарья, его бухгалтер. Готова смотреть? Да. Давайте посмотрим. Кабель, да? Прям, ладно, развлекает. Пошлите. Разговаривать? Да. Не пойду я. Нет, нет, пошли, пошли, пошли. Не пойду, я к нему. Так, заходим в подъезд. Я тебя рядом. Ну ладно, все нервы. Группа на площадке, там, до ждать нас. Мы готовы, спасибо. Это же предпочитание. Собра идет, он в дом, прием, совести никакой нету. Лен, ну слушай, камера, это так, не надо прям с ним. Дракон. Я скандалить не буду. Не надо. Не буду, я чистый. Мы просто не говорим. Здравствуйте. В лифте. Сейчас мы все посмотрим. Ты посмотри, гад какой, а. Вторая группа готова встречать наверху? Да, Дим, все нормально. В результате проведенного расследования было установлено, что Василий Кручинин изменяет своей супруге Елене с личным бухгалтером Дарьей. Сегодня ради встречи с ней Василий даже выгнал из квартиры свою свояченицу. Тому времени, как Елена узнала правду о своем муже, любовница уже успела уехать. Сейчас наша заявительница вместе с сестрой Альбиной направляются домой. Василию придется держать ответ за свои действия. Мы на этаже работаем. Мы вошли в квартиру. Сейчас будет сцена 3,1%. Ты что, скрати? А? Что? Ребята, выводим в комнату. Будь здоровы, осторожны. Как сказать, тихо. Дядя, дядя, дядя. Все отсюда. Ты посмотри. Сестру, с мою пучеглазую. А, я тебе пучеглазую забоешь сейчас, да? Все нет, не нет. Наверное, надо пить, если бы производится. Мы рассказали правду о вас, вашей жене. Рассказали и показали. Какую правду? Ты что, на него следил, что ли? Да. Мы расследуем. Смотри. Кирюш, будь там поглиже. Я тебе все покажу. Я тебе и квартира лишу. И машины. И все, а то у меня бабушки. Идиоти вещи, собирайте и валите. Пошли. Скотины, я тебе все еще. Блин, они стали группы. У вас просто такая агрессивная реакция на жену или что? У меня агрессивная реакция на вас. Кто вы так... Какой вы видите правду? На связи. Занимаемся, расследуемся. Ну, на нас-то лазер. Ну, на нас-то вы имеете право агрессировать. На жену, может быть... Да не твое дело. Ты посмотри, а. Живет, как ни в чем не бывало, а. Дом привел, ты посмотри, а. Сволочь такая. Вы что, встали? Давайте. Провалим. Ну, я думаю, ваша жена самостоятельно собирает вещи. Наша помощь ей не нужна. Мне ваша помощь тоже не нужна. Ты все забрала? Собирай. Мы потом вернемся еще. Тварь такой, ладно. Хватит. Вы вещи решили собрать? Да, не хочу. Я хочу уехать сейчас. Да, я хочу уехать. Ты посмотри, а. Ты у меня отсюда на эту квартиру? Ты на эту квартиру даже не рассчитывай. Иди, иди. И машины. Тварь, а. Тварь какая. Брось его, Лен. Все. Безсовестный, конечно. Так, работаем с Денисом. Смотри, а. У него... Группа вышла на лестницу с девушками. А сыну так же спокойно сможете все объяснить? С сыном я сам разберусь без тебя, ладно? Ну, с женой вы не смогли разобраться сами. Не с женой. Кто ты такой вообще? Ну, вам что обо мне надо узнать? Я тебя ничего не знаю. Дима меня зовут. Давайте посмотри. Просто бессовестно. Ужили на улице. Невозможно. Вы понимаете, куда поедете? Куда вы? Да, да. Я вас связываю первым. Куда? В гостиницу. Мы в гостиницу сегодня переначали. В гостиницу? Да, конечно. Потом все уже решим. Так. Вещи, если надо не забыть. Вещи я забыла. А, вещи сейчас принесут. Не беспокойтесь. Хорошо. Взрослый мужик ведете себя, как сопливый пацан. Дим, давай уходи оттуда уже. Кидаем, кидаем парня. Ты сам не умеешь, да, свои проблемы решать вообще? Не с женой. Дим, выходим. Ребята, выходим. Давай, давай, давай. Да, я в него нету. Только горячее. Здравствуй. Оля еще поднес, сестры, возьмите. Да, спасибо за брать. Все, Денис уезжает. Квартиру покинули. Непонятно, как мы будем камеры снимать. Стоп, 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 стоп. Ну, чего там? Он в своем искалотве информативная? Нет. Нет? Обиженная, расстраиваясь. Обиженная, расстраиваясь, но агрессивная тем не менее. Жену причем, не надо. Ладно. Давай. Дим, что нам-то делать? Стоп. Спасибо. Елена развелась с мужем. Ей пришлось потратить немало усилий, чтобы отсудить у него квартиру. Но в итоге суд вынес решение в ее пользу. Сейчас она в отпуске. Восстанавливается на море у своей сестры в Новороссийске. Дальнейшая судьба Василия нам неизвестна.